Не смогли прийти к согласию сегодня и по другому вопросу, отчего массово гибнут сайгаки. Ученые по-прежнему спорят о причинах мора парнокопытных в Казахстане. Одни предполагают, что это пастерилез, другие винят во всем клеще. Подробности у Руслана Идрисова. Жарко в зале заседания сегодня было во всех смыслах. Десятки экспертов, специалистов, журналисты, ведущих СМИ. Все надеялись узнать окончательную причину гибели сайгаков. Во время работы специальной группы стало понятно. Не в этот раз. Сегодняшняя встреча вообще напоминала заседания, которые проводили еще в июле. Разве что спрос соответственных на этот раз был гораздо жестче. Докладчики зачитали отчеты о проделанной работе, но ответов на конкретные вопросы снова нет. Иностранные эксперты привлекли уже коллег из США и Швейцарии. А взятые пробы на вирусы до сих пор исследуются. Еще есть дополнительные материалы, которые мы тоже хотели исследовать еще. И готовиться еще к исследованию на токсикологию, чтобы именно определить какие токсины в итоге убили этих сайгаков, где это возможно определить. Услышать друг друга ученым, похоже, до сих пор не удается. Мнений и версий по-прежнему десятки. Каждый настаивает на своем. Работу профессоров и руководителей исследовательских институтов замглавы Ментельхоза назвал кабинетной. Понятно, что переработали сотни книг и изучили десятки материалов. Но конкретных предложений до сих пор нет. Между тем, времени у специалистов до следующей весны с каждым днем становится меньше. На сегодняшний день важно нам понять одно, какие мы предложения или рекомендации имеем на руках сегодня. Для того, чтобы не допустить массового поддержка в предстоящем году. Свои опасения в Ментельхозе уже высказывали. Там не исключают, что Казахстан может лишиться всей популяции этих редких животных. Потому призывают ученых прекратить спорить и вносить, наконец, конкретные предложения по спасению сайгаков. Подводя итоги встречи, вице-министр сельского хозяйства заявил, что рабочая группа себя исчерпала. И предложил Министерству образования и науки самостоятельно разработать предложения по сохранению численности краснокнижных. А на это, к слову, из бюджета может уйти от 300 с половиной миллионов тенге. Руслан Идрисов, Олибек Алиев. Итоги дня.